итак друзья видео для большинства людей будет скучно и потому что непонятное но я запишу сейчас это открытое видео а потом запишу для проекта в чем его суть если мы хотим программировать осознанно именно опираясь на документацию то этому надо учиться учиться серьезно когда я задал вопрос пока я вот осознанно да на данный момент почему функция почему экземпляр класса является функциональным объектом у вас сейчас те кто включил это видео и все равно смотрит я его для участников школы пишу возникнет вопрос действительно а что такое функциональный объект большинство ответить что это вообще функция это все будет неверно вообще зачем это это все нужно это в первую очередь для того чтобы писать код с головы и осознанно чтобы взял модель да например как сделал михаил и дальше четко по полочкам разложил как работает объект первого класса иными словами все программирование чисто с головы все на логике и никаких сложностей вас кто смотрит это видео скорее всего и скажет это вода понятно но я вам дам одну простую вещь в описании это будет если вы открываете файл исходного кода и не читаете его это тоже для вас вода да значит продолжаем дальше копировать код а если хотим по-другому между вот этими знаниями примерно разделяет пять месяцев но я хотел рассказать немножко о другом система которая была изобретена лично мной почему она эффективна и почему она жизнеспособна потому что мы из всего языка выделяем всего четыре четыре позиции функции метод класс экземпляр эти позиции все абсолютно одинаково работают во всех языках программирования и подобных все участники школы да я вижу и всех ребят всегда упираются в одно и то же для того чтобы когда спрашиваешь так да экземпляр почему функциональный объект ну и ребята отвечают примерно так они говорят а понятно у экземпляра можно прицепить метод колл мы не будем сейчас говорить о метод колл но смысл его вы поймете только я ребят школы скажу такую вещь смотрите а если не будет метод колл получаясь тогда ваше утверждение оно просто сыплется ведь не все классы используют метод колл да это самый используем метод когда мы хотим класс превратить функцию давайте по крайней мере это будет понятно любым людям которые смотрят создадим экземпляр класса эракол метод и теперь вызовем экземпляр мы можем вызвать экземпляр теперь после применения колл сейчас мы получим исключение вот этот аргумент у нас отсутствует как функцию обычную функцию то есть на данный момент в экземпляре будут работать обычные позиционные именованные параметры вот нам показывает что нет позиционного параметра передаем аргумент любой и все у нас работает как обычная функция дальше мы экземпляр можем использовать как функцию давайте проверим ну самые простые примеры пишем обычную функцию например мы не будем потом интересные вещи расскажу пусть тут будет некая переменная l наш обязательно позиционный параметр вбиваем сюда плюс даже вот так берем просто функцию вот так используем тупо так сейчас он должно появиться исключение на по сути дела попробуем мы смотрим да тут то есть ну давайте посмотрим дальше call метод да просто мы его здесь не передали не буду уже переписывать вообще перепишу то есть мы тупо передаем здесь прямо функции и используем просто функции но сейчас попробуем с двумя функциями теперь все сработает уже эти исключения можно не учитывать все посчитала теперь давайте попробуем просто использовать функции мы напрямую в данном случае можем вообще объекты первого класса это тоже вам непонятно ваша вас разделяет примерно 5 месяцев вот на начало обучения до начала написания хоть какого-то кода да то есть когда человек начинает писать индивидуальное обучение сразу покажу покажу потом продолжим спб-тут точка ру индивидуальное обучение читаете доступны ну я другое хочу показать пусть будет 5 плюс 2 плюс будет так это будет работать то есть по сути дела мы вообще работаем с функциями да сейчас грубо все ну давайте например посмотрим то есть все полностью вычисляется если посмотрим сам объект функция да то есть видим и то же самое объект посмотрим то есть смотрите и интересная вещь у нас здесь высвечивается в данном случае класс давайте проверим в данном случае все равно нам help сообщает что это экземпляр класса есть метод call да но ведет он себя как функция благодаря этому методу как хотим вообще использовать например там самое простое и возьмем там теперь давайте вызовем эту функцию не вызовем а вообще посмотрим да функция все нормально давайте получим то что нам надо исключение два позиционных параметра по сути дела они у нас уже в биты поэтому если мы здесь сейчас попытаемся например сделать ввести некие числа то конечно здесь это не сработает если на коллайбл ну а если мы уже определенные то в принципе все работает нам убрать из класса функциональный то есть метод да колл и получается что экземпляр класса уже срабатывать конечно не будет давайте посмотрим возьмем некий класс м ну даже возьмем и нет в объем то есть будет Ну и хватит. Получили то, что хотели получить. NameSafe, если не definite, ну это просто отпечатка, поэтому то не будем считать правильным. Теперь, если мы выводим экземпляр, пытаемся экземпляру чего-нибудь добавить, получается нет. И понятно, что мы его не используем, если мы возьмем ту же нашу функцию main2, mainparan плюс m, добавим этот аргумент, все равно получим исключение в данном случае, int плюс m, а m в данном случае это и есть наш класс, не получается. То есть экземпляра вообще мы не видим в данном случае. Иными словами, если брать за основу доказательства, что экземпляр класса функциональный объект за счет того, что это метод call, да, то это все руссо. Михаил прекрасно, прекрасно расписал и доказал, почему экземпляр класса функциональный объект. Я не буду объяснять. Я думаю, половину ребят, которые не учились индивидуально, прочитают и все равно ничего не поймут. А то, что доступ к классам, если этого не понять, закрыт. По сути дела, здесь, почему Михаил сделал правильно? Он полностью опирался на документации. Все определения, которые он дал, для него имеют смысл в коде. И он все это вывел прекрасно. Так вот, на самом деле, понимание... Понимание... Почему экземпляр класса функциональный объект и есть вообще начало работы, профессиональной работы именно с классами, да, когда мы начинаем хоть что-то понимать в классе. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, кроме участников школы, остались еще много вопросов. Действительно, что же такое функциональный объект? Ну, на самом деле, все настолько очевидно и все настолько просто, да, надо всего лишь просто свести две формулировки. Что такое вообще класс? Из чего начать изучение класса, ответить на вопросы. А дальше просто вывести это. Тем не менее, я вам скажу по опыту. Что такое разбираются, как правило, ребята с функциональным объектом примерно за полтора месяца. Это в нормальном случае. Ну, а дальше все становится действительно банально просто исследовать системе. Если понять, что это функциональные объекты, то можно задать пару вопросов, что между ними общего, и очевидно будет разница. Иными словами, к чему это приведет? Это и приведет к тому, что человек начинает понимать все языки программирования. Вот тут лишит начала. В данном случае, вместо вот этой вот каши, у него всего четыре конструкции, которые имеют общие вещи. Разница очевидна. Как понять, что мы правильно делаем? Все вещи, которые относятся вот именно к этой методике, они должны работать во всех всеподобных языках. Если это работает в другом языке, всеподобном, значит, мы все делаем правильно. Продолжение следует... Продолжение следует...